Слова пророка Исаии Слова мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Действительно, такое сильное место, которое говорит об огромном богатстве и величии Божьего знания и Божьего ведения в твою жизнь, и которое показывает действительно огромную границу, что ваши пути, ваши знания, ваши намерения и ваши способы решения ваших дел, они отличны от моих, они вообще другие. Я другой. И они, как говорил Давид, настолько велики, что вы не можете, что мы не можем их постичь сразу. Что понять их мы сможем только потом, когда они придут, но о них догадываться мы даже не можем. И знаете, в нашей жизни часто такое происходит, в жизни нас, верующих, те, которые предали свою жизнь Богу, часто это неведение Божьего пути, оно производит в нас многие вопросы такие, что вообще возможно ли тогда постичь этот Божий путь? Зачем? Почему он настолько сложен? Настолько он порой сложен и порой непонятно, что даже возникают вопросы, Господь, ты вообще слышишь меня, ты мне отвечаешь? Не потерян ли я вообще? То есть, были молитвы Асафа, были псалмы Давида, когда он говорит, говорит, я не слышу больше тебя, где ты, Боже? Вот я вижу, как все вокруг меня мирские люди, как грешники, они умножаются, я вижу, как у них все здорово, замечательно, а у меня проблемы, мне не хватает тебя, а тебя нету, где ты? Такое происходит в нашей жизни, не надо говорить, что этого нету, это есть, это есть, это было в моей жизни совершенно недавно, очень недавно, всего, может быть, неделю назад, полторы недели. Я знаю, что в жизни каждого христианина, каждого верующего, который ищет Господа, рано или поздно приходит пустыня, которое говорит, что все, ничего больше и нету. Ты ищешь Бога, ты ищешь, ты стремишься, ты открываешь Библию, а Библия молчит. Молитва ничего тебе не приносит внутри, и ситуация, кризисная ситуация, в которую ты пришел, она не двигается. Друзья, что я хочу сказать, я хочу ободрить вас, что слава нашему Богу, что в действительности, я скажу, нет и нет, Бог никуда не уходит. Он все равно остается рядом. Более того, Бог в тот момент еще более печется о нас. Как говорит Исайя в 49 главе, в 15 стихе. Я хочу прочесть то, как относится Господь к нам, к каждому из нас, к каждому своему чаду. Он говорит, забудет ли женщина? Это еще раз Исайя 49, 15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Я прошу матери, все мамы, поднимите, пожалуйста, руки. Можете выше, пожалуйста, поднять. Мама, вы забыли когда-нибудь своего плачущего ребенка? Нет, который кушать хотел? Я думаю, никто бы не поднял руку. Но Бог говорит, что даже если бы вы забыли своего плачущего ребеночка, который хочет кушать, вы бы не услышали эти крики. Даже если бы такое вдруг и произошло, знайте, я никогда бы вас не забыл. Я бы вас никогда не забыл, говорит Господь. Такой великий наш Бог. Поэтому, друзья мои, как я уже говорил, братья мои, сестры, как я говорил ранее, я еще раз говорю, Бог не забудет вас. Написано, да, Господь долго терпит, чтобы ответить. Он испытывает наши сердца, к этому я еще вернусь. Но он ждет, ждет, чтобы ответить тебе. Как пишет Давид в 138-м псалме. О, один из моих любимейших псалмов. 138-й псалом. Я буду разбирать по частям. В первую очередь, с 1 по 5 стих, где он пишет. Итак, псалом 138, с 1 по 5 стих. «Господь, Ты испытал меня, и Ты знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я стою. Ты, разумеешь, помышления мои еще издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня. И полагаешь на мне руку Твою». Почему Господь находится рядом? В первую очередь, потому что Он на самом деле знает тебя. Потому что Он действительно не просто какой-то прохожий, который был. Он действительно знает тебя. Он знает с того тебя момента. Не только, когда ты родился. Он знает, когда ты садишься и когда ты встаешь. Он знает, когда ты только еще хочешь что-то сказать. Он уже знает твое слово. Более того, Он знает твои мысли. Более того, Он в это время еще окружает тебя справа, слева, сзади и спереди. Не имеет значения, когда. Это знаете, это вот как вот если бы мы вот так вот стоим и сказали, Господь сзади. Ты поворачиваешься, вот Он сзади. Может быть, ты Его сейчас и не видишь в жизни, но Он стоит рядом, чтобы поддержать тебя, как бы ты ни упал. Что дальше? Стихи давайте прочитаем. Седьмой, десятый. Здесь эти места. Твоя. Здесь эти места, я хочу сказать так. В какую бы крайность ты не попал. Тогда, вы сами понимаете, в Израиле кто мог представить, что мы можем летать, на что в каком-то будущем будут летать люди на самолетах. Чтобы люди смогут опускаться вниз в шахту глубоко, еще глубже, чем могли представить. И какие крайности только мог представить. Давид, он говорит, Господь, куда бы я ни попал, настолько низко, как могу представить, или на небо, что я только вижу, какая была, не была бы крайность. Там рука твоя поведет меня. Даже в той крайности, которую я только могу себе представить, твоя рука настолько сильная, настолько могучая, что она возьмет меня, и она поведет меня. И от того момента, знаете, это как вот, когда ходят акробаты по тонкому канату, по тросу. Он говорит, и там рука моя, в этих моментах она поддержит меня, она поддержит тебя. Моя десница, моя правая рука, она будет держать, чтобы ты не упал ни направо, ни налево, чтобы по тому тонкому пути, написано, старайтесь подвестись сквозь тесные врата и узок путь ведущий. В этом узком пути десница его, она нас удержит. Стихи одиннадцатый, двенадцатый. Скажу ли, может тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Когда я иду с Господом, мы идем ведь по Божьему откровению, правильно? Божьи откровения, Божье видение, они принимаются между нами верой. И часто, порой, очень часто, практически всегда, мы даже и не знаем, что надо делать, как надо делать своим разумом. Господь просто видит нас, и ты не знаешь, куда ты ступишь, сюда или туда. Ты должен будешь сделать то или другое, оно приходит моментально тебе на сердце, ты не знаешь. И тогда псалмопеист говорит, он говорит, когда я пойду по твоему пути, вдруг случайно свет, что я вижу, что все в порядке, вдруг он сделается тьмою. Вдруг те знания, которые ты мне дал, вдруг они соделываются незнанием ночью, вдруг я потеряю твой контакт. Это как, знаете, это как был свет, свет ты шил тоненькими стишками. Мы в армии, когда надо было шить, шить. Вдруг, это был момент такой, вдруг вырубили вечером свет, отключили электричество, все. И темнота, и сразу... Псалмопеица говорит, вдруг свет, который я знал, вдруг он сделается ночью. Вдруг все, что я мог себе представить, вдруг на что я мог рассчитывать, оно вдруг подвернется, и я начну падать. Что говорит Господь? Говорит, но даже та тьма, которую я вижу, она не затмит тебя. И ночь светла будет, как день, как тьма, так и свет. Ничто не затмит его. Братья мои и сестры, я ободряю вас этими словами сказать, что Господь, что Давид говорит, что Господь, даже когда в твои моменты уверенные вещи, вещи, в которых ты достоверен, вдруг ломаются, вдруг переворачиваются, Господь говорит, что в этот самый момент обратись к Нему, просто позови Его, и ты увидишь, что на самом деле свет, каким Он является, ответ, который Он тебе даст, и эта тьма, она является вообще светом. То, что ты думал, что это проблема, это вовсе и не проблема, что Бог ее в действительности способен решить более чем. Что дальше, говорит Господь? 13-14 стих. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я, церковь скажем вместе, дивно устроен. Дивные дела твои и душа моя вполне сознает это. Подумайте, просто попробуйте представить. Вот я говорил, что Господь по-настоящему тебя знает, знает твои мотивы, когда ты встаешь, садишься, когда тебе плохо, тяжело. Что Господь поддержит тебя в любой крайности, что Господь любую проблему, которая кажется тебе просто неразрешимой, с Ним, когда ты позовешь ее, превращает ее в действительно абсолютно разрешимую вещь, совсем несложную. Что говорит дальше Давид? Он говорит, Господь, ты соткал меня во чреве матери моей. Не сокрыты были кости, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утроба, во глубине матери. Что говорит этими словами Господь? Господь не просто знает тебя. Господь был с тобою и знал тебя тогда, когда произошел процесс зачатия. Когда оплодотворенная яйцеклетка стала делиться. Это Господь был свидетелем деления клетки и вообще появления момента, секунды тебя каждый раз. Каждый момент, каждая секунда. Вы можете себе просто представить, мама, которая гладит свой живот, ребеночек там бьется ножкой, ой, животик. Она прослеживает каждый месяц, каждую неделю. Замечательно, представляете, счастье какое для мамы и для любящего отца. Говорит, ой, это моя дочка или мой сын, когда уже на УЗИ все показано было. А представьте Бога, который видел это все, который это все знал с самой секунды, миллисекунды вообще твоего создания. И когда Он видел каждую микрочастицу твоего создания, когда Он видел, когда ты из ничего в животике превращаешься постепенно в младенца, настоящего, живого. Вы можете представить чудо, действительно, дивность своего творения. Две маленькие частицы мужской и женской принадлежности, которые мы не можем увидеть глазами. Они стали Иосифом, Натальей, Дашей, мной, Ольгой, Лили. Оно стало тобой. Вы можете представить эту разницу? Давид смог ее представить. Господь благословил его, вдохновил его духовственным так, что он сказал, он сказал, ты устроил все внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я понял, я настолько дивно устроен. А теперь давайте просто представим, что нас не просто один человек, нас в этом мире семь миллиардов. И что Господь знал, следил и видел сотворение каждого из этого человека. Это семь и шесть нулей. И если Господь является Создателем настолько сложной, чудесной, невероятной системы, как вы думаете, Господь не способен ли создать для вас замечательную судьбу? Более того, не способен ли знать, не способен ли дать вам решение из проблемы, которая намного-намного проще, чем ты вообще сам являешься? Неужели ты думаешь, что есть проблема сложнее вообще чисто тебя самого? Ты по структуре настолько сложен, что даже нельзя сравнивать эту проблему, если Господь был свидетелем и Создателем каждой, каждой, каждой частички. Тебя, думаешь, Господь не способен и не силен решить по сравнению с тобой никакую проблему. Что написано в Евангелии от Луки, 12 главе, 24 стихе? Написано, взгляните на воронов. Они не сеют, они не жнут. У них нет ни хранилищ, у них нет житниц, но Бог их питает. Насколько ли вы лучше птиц? Поэтому, брат мой, сестра моя, мать моя, отец мой, друг мой, я прошу, не думай, что твоя проблема, она сильнее. Не думай, что кризисная ситуация, в которую ты попал, будь то это болезнь, будь это какая-то экономическая ситуация, может быть, это какая-то проблема с недвижимостью, может быть, это проблема с долгами, может быть, это проблема с семьей, что они сильнее Божьего решения. Не думайте, что, не думайте так же, другие братья и сестра, что твой путь, твое понимание, твое представление жизни, проблемы его решения, что оно лучше, богаче или сильнее, чем его. Не думайте так же, что его видение в твою жизнь, оно не настолько сильное, не настолько великое. Не думайте, что вы просто так зря берете днем Библию, или утром, или вечером, или утром, днем и вечером. Не думайте, что вы это зря берете, эту Библию, читаете и ищете его. Не думайте, что молитвы ваши, они напрасны. Не думайте, что посты, которые вы приносите, и когда ничего не... Не думайте, что это все напрасно, потому что написано маленькое семя, маленькое горчичное семя. Написано, разве оно не меньше всех зерен? Но когда оно вырастает, оно становится более всех злаков, так что и птицы небесные делают гнезда в нем. Не думайте, потому что Господь силен поднять, силен из слабого сделать сильное. Силен! Он может из нерешимой каждой ситуации сделать более чем продуктивный выход. Сделать еще лучше, чем ты думал, что ты сделаешь. Я ободряю тех, у кого сейчас проблемы и трудности. Господь с тобою муж или жена сильная? Сильный! Вспомним просто Гедеона. Возьмем Гедеона, одного младшего в доме отца, которому вообще принадлежала маленькая частичка всего наследства, когда на них нападали враги, когда они их грабили. И он в страхе сидел и колотил пшеницу, чтобы сделать себе семена, чтобы сделать себе еды. Тихонечко сидел, прятался. И пристает пред ним ангел небесный и говорит, Гедеон, Господь с тобою муж сильный. Он говорит, господин мой, вот племя мое, оно вообще, оно самое бедное. Да и я, я в доме отца моего младший. Младший, мне ничего вообще не светит. Но Господь сказал, я, иди, встань, я посылаю тебя, и ты породишь младенитян, как одного человека. Дал ему знамение, поднял его, и он стал великим судьей Израилевым. Поэтому я благословляю вас, братья, благословляю вас, сестры, на то, чтобы Господь воздвигнул вас в дух сильный, дух смелости, чтобы убрал всякое сомнение, всякую боль. И чтобы зародил у вас новую надежду. Прошу вас, продолжайте искать Его. Прошу вас, продолжайте читать о Нем. Продолжайте искать Его волю в вашей жизни. Тогда вы сами сможете расти как личности. Тогда вы увидите больше Бога в своей жизни. Тогда вы увидите Его чудеса. И тогда вы уверитесь, что Он действительно слышит вас. И что вы не просто так созданы на этой земле. Как писал Иаков в 4 главе 8 стихе, когда он говорил, приблизитесь к Богу и приблизиться Он к вам. Как писал Иеремия 33.3, великое местописание Божие, которое говорит, церковь, воззови ко мне и я отвечу тебе. И покажу тебе великое и недоступное. Я покажу тебе нечто того, чего ты вообще не знаешь. Это то, о чем я сегодня проповедую. Господь покажет действительно великое и недоступное. Молю Бога, чтобы Он показал вам это. Но для того, чтобы раскрыть это немножко подробнее, всего немного подробнее, откроем второзаконие 8 главу. Зачем Господу показывать нам недоступное? Неужели просто Богу не сделать то, как мы хотим? Вот у нас проблема, не хватает денег. Просто пошли нам с небес деньги или что-нибудь перечислили на счет. То есть, ну сделай что-нибудь просто. Почему Господь хочет показать действительно великое, то, чего мы и предположить не могли бы? Ответ дает нам Моисей, вдохновением Божиим. С 15 по 18 стих. Господь, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твое, «Моя сила и крепость моей руки приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, которым Он клялся и утвердил Отцам твоим. Зачем Господь творит великие чудеса? Как здесь написано? Где места сухие, где скорпионы, василиски, змеи, там, где нет воды, Бог откуда произвел воду? Из скалы гранитной написано. Кто может представить, что из скалы была произведена вода? Великие Божие чудо. В пустыне, где нет еды. Они ели еду, которую не знали отцы их, и которую впоследствии и не знаем мы. Они ели чудесную еду. Зачем Он производил такие чудеса? Первое – это для того, чтобы смирить тебя. Великое Он творил, то, что ты не мог предположить. Когда Он говорил тебе делать то, что ты не знаешь, идти куда, ты не разумеешь. Господь зачем показывал тебе эти чудеса? Чтобы показать, чтобы сделать тебя более смиренным, более приниженным, чтобы ты стал более доверенным, чтобы ты доверял все больше и больше, чтобы ты понял, что это не твои силы, что это действительно нечто невероятное, что не могло зависеть от меня. Для того, чтобы испытать тебя – это второе. Чтобы испытать и утвердить тебя. Смирить тебя. Смирить тебя, сделать тебя ниже, чем ты думаешь о себе. Показать свои чудеса, чтобы ты утвердился в нем, и испытать тебя. Действительно ли ты веришь мне? Вот мои чудеса. Чудеса, которых никто не мог знать и предвидеть. Вот теперь ты мне веришь? Испытать. Испытать, чтобы утвердить. И когда утвердил – сделать добро. Настоящее добро. Самое лучшее – благо. Следующее, четвертое – это чтобы воздвигнуть тебе благодарное сердце. Когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь приходят испытания, и мы проходим их, когда мы укрепляемся в Господе, и мы видим доброту Его к нам, наше сердце начинает происходить благодарностей к Нему. Благодарности, которые мы выражаем в наших молитвах, в наших постах, в служении друг другу. Так же она проявляется в пятом, последнем – это укрепление связи с Ним. Почему Господь ведет нас путями, которыми мы не знаем? Потому что, идя ими, мы начинаем учиться зависеть от Него все больше и больше. Мы начинаем зависеть от Него больше и больше, потому что понимаем, что теперь, если мы пойдем по-своему, мы не знаем, как идти по-своему. Мы встали на путь, который нам неизвестен. Мы уже не знаем, как идти по Нему, но Он знает. И когда мы смиряем себя, связь с Ним начинает постепенно укрепляться, укрепляться, укрепляться. Так мы и приходим к Нему, к познанию Его еще больше. Поэтому Господь чуден. Поэтому пути Его хоть и неизвестны, но великие. Поэтому пути Его хоть мы и не знаем, и они сомнительны, но они сильнее всего. И они приносят в вашу жизнь настоящее добро. Добро, в котором ты нуждаешься, потому что каждый нуждается в своей, в своем решении своей проблемы. Поэтому церковь моя, мои друзья, я ободряю вас. Я ободряю и молю вас, чтобы вы искали Господа больше. Я молю, чтобы Господь действительно, как вифлеемская звезда, которая осветила на все небо, она осветила жизни каждого из вас. Чтобы вы увидели эту звезду, пошли за ней и увидели те чудеса, которые она за собой приносит. А для того, чтобы увидеть Его, увидеть чудеса, у нас есть познание Его. Познание через Слово, познание через молитвы, пост, познание через любовь друг к другу. Ищите и найдете, говорит местописание. Стучите, и отворят вам. Я верю в это. И благословляю вас, чтобы вы искали, находили, стучали, и чтобы двери были для вас открыты. О, ты прекрасен, дают небеса, ни с чем не сравнится, слава Твоя. Я восхищаюсь творением Твои, все о вселенной Тебе говори, возносят все лишь тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok